Капитальный ремонт улицы Александра Невского в Симферополе, который стартовал в середине августа, был завершен в конце прошлого месяца. Однако качество проведенных работ ставит под сомнение даже глава республики. По словам Сергея Аксенова, он лично проехал по улице и результатом реконструкции остался недоволен. Асфальтное покрытие напомнило руководителю Крыма стиральную доску. Там просто волна. Я в воскресенье сам поездил. Стиральная доска. Понятно, может быть, не мелкий шифер, но, тем не менее, принимать эти работы нельзя. Это не ремонт новой дороги. Определяйтесь в данном случае, давайте заказчикам садитесь с администрацией города Симферополя. Что делать? За эти работы не оплачивать. В свою очередь, профильный министр причиной дефекта верхнего слоя асфальтного покрытия считает неверный выбор асфальтно-бетонной смеси и недочеты при составлении проекта спетной документации. Для исправления ситуации в ближайшие несколько дней будет сформулирован перечень необходимых действий. Основные причины, так скажем, такого качества ремонта. Это, прежде всего, так скажем, слегка привольно выполненная проектная документация, которая, в принципе, не имела требований по, так скажем, достижению ровности поверхности с учетом того большого количества люков, которые, ну, и колодцев, которые находятся на проезжей части. Когда вышли наверх, сложный материал ЩМА-20 не, так скажем, поддался подрядной организации с точки зрения использования этой техники, которая, так скажем, работала на объекте. Кроме того, на заседании были озвучены и новые сроки открытия моста на улице Гагарина. Ремонт завершат не раньше, чем в конце марта следующего года. Отметим, все работы планировали окончить к середине декабря. Позже сроки были сдвинуты на неопределенное время. Причиной послужило аварийное состояние основания балок. Проблему обнаружили в процессе реконструкции. В Министерстве транспорта прорабатывают варианты для частичного открытия движения транспорта по мосту. То, что касается временных решений, сейчас представлены расчеты, были на прошлой неделе, вот сейчас там в понедельник повторно, по использованию данных балок путем проведения технических мероприятий, которые позволили бы нести нагрузку для движения хотя бы легкового транспорта по двум полосам движения. Параллельно ко всему рассматривается также вопрос, продолжается рассматривание вопросов по использованию инвентарных конструкций для строительства временного моста. Не обошли стороной на последнем в этом году заседании Совета Министров Республики и вопросы культуры. Согласно информации профильного министра Арины Новосельской, в этом году по всему Крыму было отремонтировано пять сельских клубов. Ремонтные работы обошлись 55 миллионов рублей и затронули клубы в селах Пионерское и Краснолесие в Симферопольском районе, Дом культуры в селе Орехово и актовый зал Дома культуры в селе Молочное Сакского района, а также Ароматновский сельский дом культуры Белогорского района. На 2020 год Республики Крым подтверждено финансирование в размере 74 миллиона рублей на полноценный капитальный ремонт четырех сельских домов культуры Джанкойского, это Новокрымская, Лобаново и Марина и Красногвардейского района село Ровное. Лимиты заказчикам доведены, соглашения нами все подписаны, конкурсная документация подготовлена, мы начали торговать. Кроме того, в Крыму планируется создать экспериментальный сельский клуб и приобрести мобильные клубы в села, где под дома культуры не выделены отдельные здания.